Премудрость Соломона, глава седьмая. И я, человек смертный, подобный всем, потомок первозданного земнородного. И я в утробе матерни образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и услаждения, соединенного со сном. И я, родившись, начал дышать общим воздухом и не спал на ту же землю. Первый голос обнаружил плачем, одинаково со всеми, вскормлен в пеленах и заботах, ибо ни один царь не имел иного начала рождения. Один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Посему я молился и дарован мне разум. Я взывал и сошел на меня дух премудрости. Я предпочел ее скипетром и престолом, и богатство почитал за ничто в сравнении с нею. Драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото, ничтожный песок, а серебро — грязь в сравнении с нею. Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим. А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее. Я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она виновница их. Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатство ее, ибо она есть неистащимое сокровище для людей. Пользуясь ею, они входят в содружество с Богом посредством даров учения. Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых. Ибо в руке Его и мы, и слова наши, и всякое разумение и искусство делания. Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихий. Начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремление ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. Познал я все и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя. Посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Она одна, но может все. И пребывая в самой себе, все обновляет. И, переходя из рода в род, в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба.